так ну друзья всем привет подключен так здравствуйте оксана приветствуем всех сейчас начнется эфир наташа здравствуй артём и так сейчас к нам присоединиться татьяна она же тут и ларсен и мы начнем эфир друзья ждем вас скорее присоединяйтесь лаврентий привет с нами наши постоянные подписчики так присоединяйтесь друзья всем привет привет сейчас начинаем сергей ставицкий здравствуй юля привет дима в общем все наши паломники сами здесь участники друзья как вообще так вот и татьяна присоединилась и мы подключаем так привет да христос воскресе татьяна здравствуйте спасибо во первых мы очень рады что вы с нами решились поговорить вот мы думаем очень сегодня полезный будет эфир для подписчиков а татьяна давайте сначала помолимся вы же не против да я конечно за а может быть споем вместе христос воскресе да начинайте я присоединюсь давайте христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и суще во гробе живут дарова христос воскресе и и и и и и и Христос воскресе из мертвых, смертью смертва прав, И сущним отрабив живот дарува. Ну, с Богом. Все по-разному поют просто. А, видимо, может быть, задержка времени, я не знаю. Конечно, две секунды. Да. Друзья, кто сегодня не знает, наши подписчики, может быть, кто только что присоединился с нами сегодня в гостях, Тутта Ларсен, она же Татьяна. Я познакомился с Татьяной давно, когда у нас была школа общественного действия. Я впервые увидел ее выступающей перед православной публикой и вообще был удивлен, что Тутта Ларсен, она православная, говорит о вере. И вообще это очень, ну, как-то меня порадовало. Вот. И после этого я смотрел передачи «Вера в большом городе». Вот. Мы публиковали это все в молодежном отделе, когда я работал в информационном отделе. Вот. Ну, в общем-то, это наше знакомство. С Тутта Ларсен, да, с Татьяной. А еще Татьяна мама трех детей, вот. И вообще ведет портал Тутта ТВ о материнстве, о семье. Ну, что для нас именно, собственно, и представляет цель разговора. Создание семьи, в первую очередь. Вот. У нас, Татьяна, скажу пару слов о нашем проекте. Может быть, вы еще не в курсе каких-то, не знаете подробностей. Вообще, кто мы такие, что мы. Мы, у нас проект «Давай помечаемся», мы его создали, когда поженились с Машей. Вот. До этого я руководил молодежкой при храме, работал в молодежном отделе достаточно долго, то есть четыре года занимался молодежью. И у нас сформировалось понимание, когда и Маша пришла, мне в этом помогла, понимание то, что сейчас молодежи очень сложно знакомиться, общаться. И самое главное – создавать семью. Что на пути просто столько проблем, столько трудностей, и мы просто искренне хотели как-то, вообще мы не понимали еще тогда как, мы очень хотели как-то помогать молодежи в этом вопросе. Вот. И мы начали делать паломнические поездки молодежные в новом, в своем каком-то формате, как мы это видим, как мы это хотим делать. Мы сначала среди своих пробовали, потом поняли, что это заходит, это нравится, это интересно и полезно. Начали привлекать молодежь, делали встречи в Москве, мы сделали общение по кругу, где каждый знакомится с каждым. Класс. Да, наверное, ну так представляете, что это такое. По типу спид-дейтинга. Да, по типу спид-дейтинга, чтобы было понятно. Мы начали делать встречи с батюшками на тему создания семьи. В общем, мы поняли, что нужно делать как можно больше мероприятий именно на тему создания семьи, потому что и говорить об этом, постоянно говорить, говорить, раскрывать новые какие-то смыслы, новые темы, говорить о страхах, о причинах, мешающих создавать семью, о шаблонах, потому что, честно говоря, когда я... Да, простите, что так много говорю, прям хочется это сказать, чтобы вы понимали, о чем мы сегодня хотим поговорить с вами, почему вас позвали. И просто когда я был еще, холост был один, у меня были одни представления, как у моих знакомых, друзей, а когда я уже женился, мы вместе с Машей поняли, что это просто отдельный мир, и надо поделиться им с теми, кто еще не переступил эту грань, кто еще не в браке, потому что мышление уже какое-то новое открывается, новые понимания, шаблоны стираются, все какие-то... Все, что тараканы, они убегают просто. Вот, и этим мы хотели делиться. Ну, собственно, поэтому мы хотим сегодня и с вами поговорить. И хотели спросить, насколько вы, вот как-то, может быть, по опыту жизни или работы сталкивались с такой проблемой, что молодежь действительно православная, у нее есть затруднения в создании семьи. Как-то был у вас опыт вот именно вот с этой целевой аудиторией, так скажем? Я не могу сказать, что у меня был такой плотный опыт общения именно с православной молодежью. Мне кажется, что проблема создания семьи, она вообще абсолютно тотальная. И затрудняются создать семью не только православная молодежь, но и взрослые люди, зрелые, которые там уже состоялись, а в браке не были, были бы в неудачном браке. И молодежь неправославная, которая, как все... Мы все ищем любви, мы все хотели бы реализовать эту любовь в отношениях, но мир сейчас предлагает нам настолько разные, странные, соблазнительные и непонятные, и сложные формы этих отношений, что человек неискушенный, он очень сильно путается. Я не так давно читала очень крутую книжку Элвина Тофлера, которая называется «Третья волна». Это футуролог, который в 70-е годы писал о том, как мы будем жить в 21 веке. Он очень многие вещи реально предсказал. Там мобильные телефоны, спутники, интернет, кучу всяких там историй с гаджетами, отношениям к здоровью человека. Но в том числе он и предсказал распад мононуклеарной системы «Мужчины, женщины и ребенка». И он говорил о том, что в будущем, в этом будущем, там через 50 лет, отношения семейные будут строиться по другому принципу, чем они строились там в течение всей человеческой истории. Мы это наблюдаем. Брак сегодня, отношения сегодня – это все, что хотите. Это больше двух, это гостевой брак, это брак с резиновой куклой, это виртуальный брак, это черт знает что. И поэтому очень сложно определиться в понятиях. Молодому человеку вообще очень сложно понять, в принципе, что такое семья. Сегодня, особенно тем людям, которые воспитывались бабушками и мамами, и сегодня 80% детей воспитаны либо в неполной семье, либо в семье разведенных родителей, с отчимами, и моя семья в этом не исключение. И я, и мои дети, ну и мой старший сын, например, его воспитывает неродной отец, небиологический. Вот. И поэтому здесь очень сложно изначально вообще определиться с понятиями, что мы подразумеваем под семьей. Мы, как христиане, разумеется, под семьей подразумеваем самую традиционную, самую здоровую и как бы Богом данную нам модель мужчина, женщина и дети. Но современному молодому человеку даже в этом формате очень трудно себя найти. Повторюсь, да, потому что, ну, это может быть мужчина, который не является своим биологическим отцом. Это может быть, там, ну, я не знаю, дедушка-мужчина, да, ну, просто потому что папы нету. Ну, и так далее, да. Или это могут быть дети от разных браков. И молодой человек вырастает с ощущением того, что эта формула, которую мы ему предлагаем, она не работает. А какая работает, непонятно. И, 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 а тут еще и целомудрия православная присобачивается, которая вообще, а непонятно, что это за зверь, потому что все люди, как люди, живут в свое удовольствие. А мне предлагают, значит, наступить на горло всем своим желаниям, вообще ничего не хотеть, ничего не искать, ни с чем не экспериментировать. А как я вообще тогда определюсь, что я хочу, если я ничего не пробовал? И вот здесь... Да, Татьяна, можно подчеркну, о чем вы говорите? Мы как раз спрашивали у молодежи вот на наших соцсетях, с кем вы советуетесь на тему создания семьи? И, к сожалению, мы увидели, что мало, мало с кем вообще люди могут посоветоваться, поговорить на тему семьи вот так доверительно, чтобы им рассказали, как это в реальной жизни семья, как вообще создавать ее, как первый год жить. То есть мало с кем. И, к сожалению, то есть не у кого опытом вообще взять. Позитивного. Да, и вот поэтому мы в том числе вот такие хотим беседы делать с семейными людьми, чтобы хоть какой-то положительный опыт могли бы услышать. Хоть какое-то зачем положительное? Да, да, да. Да, да, но я как раз отношусь тоже к тем людям, которым не у кого было подчеркнуть пример положительного опыта в семье. Сейчас, что ты хочешь, половина моя? Здорово. О, здравствуйте. Здравствуйте. Если вы вместе решите в эфире побыть, мы с радостью. Хочете идти к нам в эфир и рассказать молодежи, что такое семья? Готовы для информации? Что, что? Да и что, с хлебом все? Потом, да? Он просто, может, сегодня испек хлеб, и мы еще не успели выложить это в рубрику, потому что традиционный кулинар, он переживает. Я все выложу. Хорошо, хорошо. Приходи, иди. Так вот, я являюсь собой как раз пример ребенка, который вырос в семье разведенных родителей, меня растил отчим, у меня есть сестра, которая от другого папы, и вся эта история с разводом родителей была очень болезненная, для меня, как для ребенка, очень травматичная. А вот у Валерия наоборот. Все, у него за плечами... Валерия, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Вот, у него за плечами поколение крепких браков, многодетные семьи, казачья кровь и все такое. Да. И до того, как я с ней встретилась, я, честно говоря, вообще немножко по-другому воспринимала отношения в семье и роль мужчины и женщины в семье, поэтому у меня отношения вообще не очень складывались, потому что женщины моей семьи мужчин не уважали. И у меня не было вообще перед глазами примера какого-то такого, ну, благоговейного отношения к мужчине, какой-то иерархии. Ну, как бы, когда ты воспринимаешь мужчину как своего защитника, как того, кто несет на себя за тебя ответственность и так далее. Вот. Тут Валера нарисовался и как начал на мне шениться. Вот. Но надо сказать, что да, ну, мне сложно тоже, потому что моему, там, счастливому семейному опыту, которому сейчас 13 лет, предшествовали, там, сколько, ну, ну, лет, лет тоже 15, ну, лет 10 очень неудачных отношений, разрушенного брака, потери ребенка, ну, то есть каких-то вообще жутчайших, абсолютно косяков на этом пути. Вот. И несмотря на то, что, несмотря на то, что тема целомудрия, именно физического целомудрия, она была для меня актуальна, я потеряла девственность в 18 лет и вышла замуж за своего первого мужчину. Хотя отношения у нас, мы жили вместе 8 лет, и отношения у нас все равно разрушились, и были они не самые душевные, ну, как бы, ну, не, короче, плохие были у нас отношения. Вот. Но, ну, как бы, мне было важно, чтобы мой первый мужчина был тем самым, с которым я буду всю жизнь, да, даже если это не получилось, но настрой был такой. Но это какое-то было, знаете, от советского воспитания все-таки, такой хвостик. А сегодня, как объяснить современному молодому, как вот нашим детям объяснить, что такое целомудрие? Это очень сложно. Очень сложно объяснить им, почему надо себя блюсти в чистоте, если все, там, кино, книжки, которые они читают, там. Реклама. Вся реклама, да. Все им говорят, что круто быть, ну, на самом деле, круто быть в этом смысле другим, да. Круто все пробовать, круто покрыть собой максимальное, там, поле активности, круто. А если у тебя одна девушка, и ты еще на ней женился, то ты вообще лох. Особенно для мальчиков это актуально. Девочке еще можно как-то тему целомудрия, там, ну, объяснить, там, с точки зрения даже того, как работает женский организм, и как устроена ее физиология. А мальчика вообще ничего не держит. Ну, как бы для мальчика, наоборот, классно, чтобы он, там, лишился девственности в каком-то возрасте, и это еще отметить как-то круто. И вот все, теперь для него открыт новый мир, и он мужчина. И это, на самом деле, не идея. А можно тогда в продолжении вашей мысли, как объяснить? Можно даже вас и Валерия попросить объяснить. Сейчас вот молодежи, которые нас смотрят, наверное, один из самых важных вопросов, который позволяет сохранить отношения, позволяет выйти замуж кому-то, жениться, и дальше вот не потерять все это. А зачем все это нужно? То есть, зачем нужна семья? Я сейчас говорю это искренне, потому что ты живешь, когда один, ты холостой, у тебя все хорошо, есть работа, деньги, да все спокойно, вообще жизнь хорошая штука, когда ты один. И людям нужно понять, зачем? Зачем все это? Потому что это риск, это трудности, это некоторые проблемы, это и радость, конечно, но много всего. А вот зачем нужна семья? И знаете, хочется именно услышать, вот у вас из практической жизни, как вы это вот за годы брака понимаете, зачем вам нужна семья? Ну, можете, а что это не думать? Просто здесь, я просто с многими людьми, наверное, живу просто в параллельных вселенных, я не понимаю по-другому, а я не знаю, как по-другому, честно. У меня спрашивают, зачем? А вы мне объясните, а как можно по-другому? Я не понимаю. Как можно без семьи? Ну, как можно быть одному? Как человек может быть один? Вот ты встретил женщину, как бы она твоя, все, да, у вас семья. А как по-другому? Ты можешь встретить много разных женщин. Ну, или мы просто, вот наша аудитория, допустим, это там по нашим предварительным подсчетам, это, условно говоря, там десятки тысяч православной молодежи, наверное, да, ну, если мы говорим про Москву, например, и мужчины нормально себя чувствуют, живя без женщины, пять лет, десять лет. До тридцати, до тридцати пяти, сорока лет, просто одному хорошо вроде. Я сам был один до тридцати двух, и все бы хорошо, пока не встретил ее. Но в том-то и фишка. У меня тоже есть ребята знакомые, которые близкие очень мои люди, он там, еще не встретил, но я бы не сказал. Сейчас, есть? Да. Он просто не встретил свою половину, он не говорит, что мне ништяк, он не говорит, что мне круто, он вообще ничего не говорит, он просто, мы все понимаем, что ему, он как бы просто не встретил свою половину, и все, он никто, на самом деле, когда человек живет долгое время один, мне кажется, это лукавство, мне классно, я один, я так, это неправда. Я тоже это не имею. Ну, честно, это неправда. Неправда. Ты когда останешься один, ты своей подушкой не сможешь соврать, что тебе как бы одиноко. Ты можешь выпить весь алкоголь, все что угодно, а потом настанет, вот этот момент настанет, и ты понимаешь, что ты один. Вот это правда. Кому-то, это прямо такое лукавство вообще. Просто, когда люди боятся быть откровенными на самом деле, люди боятся показать свою слабость. Мне классно, я один, я волк, одиночка. Это неправда, ты лжешь просто, и все. Вот, вот в чем фишка. Кто это говорит, что он там всю жизнь один, он говорит неправду. Может быть, есть единицы, ну, все бывает наше. Есть единицы, с которыми вот он отшельник такой, но в большой своей массе все равно мы заточены, мы заточены на, как бы, на пару. Если мы говорим про православную молодежь, все-таки эти люди, ну, православие, можно отдельную тему, конечно, потом обсуждать, это очень такой, очень сложный, сложный момент, да, но если человек, как бы верующий, позиционирует себя как чадо православной церкви, да, то, как бы, ему не надо объяснять, да, что человек, он не может, человеку плохо быть одному. Плохо. Негоже быть одному. Но я не исключаю... Да. Зараз все классно. Хорошо. Я не исключаю, на самом деле, того, ну, того, что семья нужна не всем. На самом деле, есть люди, которые выбирают путь аскезы, или монашества, или целебата, и действительно, я знаю многих, ну, у меня есть знакомые монахи, которые сказали, что семья этого слишком сложна, нам показался монашеский путь гораздо более прямым и простым, и я их понимаю. Мы еще смеялись, очень слушали, мы очень любим канал Евангелия в Телеграме, который Радио Вера делает. Там толкование Евангелия, апостолов, и прочих духовных книг. Ну, в основном там Ветхий Новый Завет и Деяния, и апостольские послания. И там, значит, была история как раз про то, как подошли к Христу фарисеи и стали его искушать этой темой с Дукеей. Значит, про жену, которая выходила замужем, уже семь братьев, и чьей же она будет женой в Царстве Небесном. А Христос им на это отвечает, типа, вообще вам Моисей дал закон, ну, такой легкий, значит, чтобы вы могли разводиться с женой, потому что вы вообще жестоковынные, вы вообще ничего не соображаете, а на самом деле брак, это вот так вот, чтобы прилепились и были одно. и когда его ученики, включая апостолов, значит, услышали о новозаветном толковании брака Христом, они решили не жениться. И его многие ученики, они решили, что это все так сложно вообще, брак, это настолько сложно, что лучше вообще быть одному. Нет, нет, останься, не знаю, такая сложная такая тема, не хочу на себя брать все ответственность из глава моей книги в этом участке. Задавайте, задавайте ее. Я люблю повоевать. Вот, поэтому как бы, ну, для христианина понятно, что семья дала ему для спасения души. Просто это довольно, это очень-таки пафосные громкие слова, которые, наверное, ну, в юном возрасте сложно к себе примерить. А что, недостаточно молиться? А может быть, как-то практически, как вы ощущаете на себе, что такое семья, что она вам дает, может быть, не знаю, как эта разница один и семья, может быть, вот в этой разнице что происходит? Не, ну, как бы давайте все-таки поймем, что в семье, в семье есть дети, и когда твоя жизнь объединена детьми, это уже совсем другая история, это не только отношения мужчины и женщины. Это не только романтика, там, секс, я не знаю, свидания, подарки друг другу, это не только глубокое взаимопроникновение душ и тел, но это, блин, просто воспитание новых людей, которых ты привел в этот мир, за которых ты несешь ответственность. и это очень сильно с одной стороны пугает и, ну, как бы создает какие-то новые обстоятельства в ваших отношениях, да, то есть, когда вы не только друг с другом предоставили, не только друг другу, то, ну, сложнее строить отношения, а с другой стороны, это потрясающе объединяет, особенно если, ну, мы, например, вместе рожали наших детей и для нас это вообще такое абсолютно... После этого наши отношения очень сильно изменились, очень сильно укрепились очень глубокими корнями, да, потому что, ну, мы поняли, что мы, наш брак благословен, был благословлен тайной прихода в этот мир ребенка, потому что роды это такое великое таинство, это такое чудо, прикоснувшись к которому, ну, невозможно остаться тем человеком, который ты был до них. Ну, то есть, ты реально от этого меняешься, переходишь на какой-то другой уровень, Валера перерезал куповину своим детям дважды и был первым человеком, который брал их на руки и это просто, ну, это величайшее таинство, это чудо, ну, вот для меня это просто чудо сравни какому-нибудь мироточению, знаете, ну, или исцелению там слепого. Это правда, вдруг никого не было и вдруг целый человек, у которого твой нос картошкой, там, твои глаза голубые и прочее. Вот. Но, не картошкой, но красивый нос. Но, я думаю, что просто заповедь любви, которую Бог нам всем дал, она максимальным образом реализуется именно в семье, потому что, может быть, даже там чужого человека его легче полюбить, ну, так издалека, чем того человека, с которым ты ежедневно делишь хлеб, ложи и дом и жизнь свою, и который, у которого есть куча, ну, вещей, которые тебе мешают, и в тебе они есть, которые мешают ему, и научиться принимать друг друга этой безусловной любовью, которой, на самом деле, невозможно научиться, просто ты, ты следуешь, и каждый раз спотыкаешься, падаешь. этому возможно только в семье, только в семье, а монах, например, у него, ну, еще у него сложнее, мне кажется, задача все-таки, ну, как бы монахи думают, что в семье сложнее, мы думаем, что в монашстве сложнее, ну, потому что там, как бы эту заповедь любви ты практикуешь в каком-то другом формате, и, мне кажется, это еще более, ну, тяжкая ноша, ну, потому что тогда ты любишь просто всех людей, которые к тебе приходят, и за них молишься, это как-то... Татьяна, Валерий, а тогда в продолжение, вот, чтобы создать семью, я думаю, вы, наверное, же сами догадываетесь или понимаете, как на ваш взгляд, не знаю, несколько вот самых основных вещей, которые мешают создавать молодым людям семью, семьи, вот мы знаем, уже увидели это по общению с молодыми много таких, вот на ваш взгляд, самые основные вещи, которые мешают именно создать семью, вот люди пытаются, многим 30 уже, 40, они питаются десятилетиями, знакомые такие, вот, пытаются, ничего не получается. Хотят. Хотят. Вроде бы. Но не получается. Вот как вы считаете? У меня, ну, я думаю, одна из самых главных причин, это страх. Там, где страх, там нет любви, где есть любовь, там нет страха. Мне кажется, оно, все равно все очень сложно, с другой стороны, очень просто. Страх. Страх мешает. Страх, причем, это такая всеобъема еще. Страх что-то потерять, страх взять ответственность, страх где-то облажаться, страх. Да, Валерия, прям быстро, можно подтвержу слова Валерия, просто скажу, мы собирали опросы, иди молодежи, прям попросили их написать, что вам мешает конкретно. Больше всего ответов, там было слово страх. Боится. Я бы добавила еще, я бы добавила еще такую тему, что чтобы создать семью и понять, кто для тебя, кто твоя половина, кто он, тот человек, которого ты хочешь видеть с собой рядом, нужно понимать, кто ты вообще. Очень многие люди думают, что они как бы станут кем-то, именно реализовавшись через семью. То есть я не нашел себя в работе, я не нашел себя в жизни, я не знаю, кто я в социуме, непонятно, какая ты личность. Мне 30 лет, а я болтаюсь в своей инфантильности, но я выйду замуж, и вот тут-то я стану человеком. Вот тут-то я обрету некую зрелость. Но это не работает. И когда у человека нет какого-то стандарта своей жизни, своих правил жизни, своей ценности, своего уважения к себе, к своему делу, к своей личности, осознания своих собственных каких-то границ и потребностей, и смыслов своих, он может сколько угодно вступать в отношения, но эти отношения будут зданием построены на песке. И всякий раз те люди, которых он будет выбирать, они будут просто отражать его незрелость, его незнание себя, и он будет искать себя в других людях, но это будет всего лишь отражение, и всякий раз он будет неудовлетворен. И мне кажется, что как бы здесь вообще такая есть, знаете, немножко такой порочный круг, когда девушки в основном говорят, как найти мужа, как найти того человека, с которым я проживу всю свою жизнь до конца, не надо никого искать. Когда ты найдешь себя, он сам тебя найдет. Или тебе Бог приведет этого человека, когда ты будешь готова его воспринять. Он, может быть, живет рядом с тобой всю твою жизнь, но поскольку ты не знаешь себя, ты его даже не видишь. У тебя нет шансов выстроить эти отношения, потому что ты не кто, ты не что. И мне кажется, здесь очень важно ответить себе на вопрос, кто я, и не требовать, ну и не ждать, что на этот вопрос тебе ответит твоя половина. Спасибо, Татьяна. Вы просто их, спасибо, вы ответили на свой вопрос, а можно вернуться тогда к ответу, вот, Валерия? А вот со страхом-то, Валерий, что с ним делать? Вы просто затронули одну из самых больных тем. Страх. Мы его постоянно читаем в комментарии к постам, где мы обсуждаем. Это слово страх, оно везде. Вот что делать со страхом? Не знаю, как бы вы посоветовали? Как вы боретесь со страхом? Нет, ну просто, здесь такой еще вопрос. Есть понятие противоположное страху, это любовь. То есть, если ты любишь человека, любовь просто сильнее. Она просто сильнее. Ты можешь бояться, но если есть любовь, она просто сильнее. Само чувство, любовь сильнее страха. Если ты любишь, то страх не может тобой управлять. Вот, мне кажется, потому что если смотреть, ну какие-то люди, когда подвиги там совершали, все, ну любой человек боится, я боюсь, все боятся. Но когда есть что-то, что-то, что сильнее страха, а это любовь сильнее страха, ты можешь все что угодно. Если ты его, люди, говорю, там могут в костер зайти, самолет у нас был, там сейчас вчера был, да, 9 мая праздник победы, самолетом фашиста сбить. Он что-то делал из страха или еще? Он из любви к своим ближним это делал. Валерий, а если, я понял вашу мысль, да, спасибо, а если мы берем начало отношений, когда еще девушек только встречает, там девушку, да, когда еще нет сильной любви, какие-то есть чувства, они не сильные, ведь, понимаю, когда есть сильная любовь, готов, там, преодолеть страх, когда еще этого нету, когда вот только на пути, когда сомнений много. Ну, ну, здесь такой вопрос, надо действовать, надо просто что-то делать, опять же, ты по дороге, ты все равно поймешь, надо что-то делать. Когда ты боишься, у страха есть такое побочное действие, он останавливает, вот этот стопорит. Физическая история, когда адреналин, человек просто останавливается, как статуя, если ты не будешь останавливаться, а будешь двигаться, мне кажется, это просто какие-то мои сейчас такие умозаключения, если ты будешь двигаться вперед, если ты понимаешь, что у тебя есть, ну, у тебя есть цель, куда ты движешься, и есть у тебя там влюбленность и любовь, если ты двигаешься, если ты искренне это делаешь, искренне делаешь вперед, то ты поймешь, просто найдешь дорогу. Потому что я не могу сказать формулу для всех, потому что все люди разные, у всех ситуации разные, у всех разные эмоции, разные там специфика каждого человека. Невозможно для каждого придумать какую-то общую формулу. Я просто думаю, что нужно делать. Не знаю, что делать, делай шаг вперед. Там смурайский кодекс, самура идет на меч. Здесь то же самое. Нужно просто двигаться вперед, не бояться, опять же. Перешагнуть, двигаться и быть искренним, честным, все понятно. То есть использовать все-таки благие какие-то намерения, а не корысть какую-то. А дальше, если ты искренне и честен, там все станет понятно. Мне кажется, Валера, очень-очень хорошее слово сейчас вспомнил. Корысть. Мне кажется, что страх есть там, где есть корысть. Где ты хочешь что-то урвать для себя и где ты нечестен. Потому что я вообще, честно говоря, не понимаю. Если мы говорим о христианах, то о каком страхе может идти речь? Господь сказал, да, да, нет, нет, все очень просто. I see you, я тебя вижу, ты мне нравишься, я хочу попробовать выстроить с тобой отношение. Вот я открытая книга. Давай вместе попробуем это сделать, если ты согласен. О каком страхе здесь идет речь? Я не очень понимаю. Страх есть там, где есть неведение чего-то. Если я готов перед тобой честно и искренне открыться и с тобой что-то вместе строить, без корыстно, без как бы, ну, желания проманипулировать человеком и что-то с него поиметь. Здесь вообще, ну, то есть, здесь в честном таком взаимодействии может быть только страх, что что-то не получится. Но как Валера говорит, пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, получится или нет. Но даже если не получится, то ты сможешь честно сказать, я хотел искренне, я сделал все для того. Я сделал все. Да, да. То есть, мне немножко даже странно здесь вообще говорить о каком-то страхе. Вот я повторюсь, я считаю, что если есть страх, то есть корысть, есть какое-то тайное, подспудное желание манипулировать человеком, который рядом с тобой и как-то его поиметь. Да, спасибо, Татьяна. Знаете, вот тогда тоже в продолжении этого. Ты хочешь сказать? Да, скажи. Просто именно вот с той аудиторией, с которой мы работаем, все заканчивается на этапе поиска половинки даже. То есть, настолько страх парализует вот это действие в направлении активное, да. То есть, муж и жена, они тебе не постучатся там в дверь вдруг. Это же надо какие-то действия предпринимать. И, как правило, вот эта вот пассивность, инертность в направлении. То есть, понимаем, да, люди в основном, ну, не православные, и не создают семью, уже находясь в семье, да. То есть, они уже как бы вместе физически там. А православная молодежь, у них как бы, ну, вплоть до того, что гормон, как бы вот Господь, видимо, его снижает этот уровень, да, притяжения физического. И тут считает, как бы, что надо как бы человека познать, хотя бы в какой-то степени, еще до брака, а мотивация как бы физическая отсутствует. Ну, такая как бы в основном, ну, такая, как обычно, да, у мирских людей. И тут вот, к сожалению, ну, для многих это прям вот, ну, может быть, я просто так, именно вот, чтобы было понимание, что это действительно не какая-то надуманная такая вещь. И хочется дополнить, что Маша говорит, и мы у ребят же опять узнали, а что вам мешает прежде всего создать семью? И мы перечислили уровень заработка, там, плохая работа, что еще у нас там было? Проблемы с жильем, коммуникабельность, здоровье. Очень много людей все это отметило, им все это мешает, это реальные проблемы. И самое, значит, в топ попал, больше всего ответов, это было «мне никто не нравится». То есть это вот аудитория там... Представляете, 30% написали, «мне никто не нравится просто». Надо бы спросить этих 30%, а ты сам себе нравишься? Вот. Мне кажется, просто этому человеку он сам не нравится. Поэтому если ты сам с собой доволен, у тебя все в порядке, ты прямо вот вообще рвешь и мечешь там в своем деле, неважно где, будь ты библиотекарь, учитель, столья слесарь или каратист, если ты как бы, ну, рвешь, ну, ты как бы в порядке, тебе точно кто-то понравится. А если ты сам себе не нравишься, ну, соответственно, все вокруг тебя тоже будет. Ну, да, это добавка к моей теме о том, что прежде чем ты не поймешь, кто ты, ты не сможешь увидеть достоинства другого человека. Что значит «мне никто не нравится?» Если я никого не хочу, извините, пиписькой, это не значит, нравится или не нравится. Если я вижу красоту человека, его, не знаю, там, какую-то способность чувствовать мир или какое-то мастерство уникальное, которое у него есть, да, или его надежность, или его, там, я не знаю, удивительную чуткость, то это же не про глаза, не про форму носа, понимаете? Когда человек говорит «мне никто не нравится», это очень высокая степень инфантилизма, это жуткая незрелость. Ну, подобное, познается подобное просто. Да, потому что, как бы, вообще категория «нравится» она в отношениях мужчины и женщины настолько, если не, как бы, не отсутствует вообще, то она очень сильно не главная. Как бы, потому что все, кто говорят «мне никто не нравится», они же по внешнему только оценивают человека по форме. Содержание не успевают узнать. Не успевают, не успевают именно, не успевают, вы правильно понимаете. Не успевают, конечно. Мне никто не нравится, но, а что ты сделал для того, чтобы тебе кто-то понравился? Ты хоть вообще этого человека потрудился немножко узнать? А ты-то сам, действительно, вот, а что из себя представляешь ты, чтобы кому-то нравиться, да? То есть, ну, это просто детский сад. Ну, это такие тоже очень жесткие вопросы, и, конечно, люди могут на это обидеться. Вот вообще, что вы говорите? Не-не-не-не, да, мы ни в коем случае не хотим обидеть людей, мы просто константируем факт. Мы говорим о том, что есть такие факты, вот конкретно люди говорят, мне никто не нравится, мы хотим как-то помочь искренне этим людям, потому что мне тоже никто не нравился, ну, в свое время, и хочется как-то им помочь, тем, кто никто не нравится. Ну, да, то есть, вот это познание себя и какая-то такая более-менее целостная жизненная вообще позиция по поводу самого себя, она формирует ощущение радости от бытия. То есть, ты как бы, тебе хорошо самим собой, и когда тебе хорошо самим собой, тебе начинают нравиться другие люди. Вот я, кстати, тоже у меня, по моему опыту, именно так и произошло. Когда я уже в благодарности была, когда мне стало хорошо, я улыбалась, и мне ничего не нужно было, чтобы восполнить мою пустоту, вот тогда и появился человек. Да, потому что нельзя искать человека, вот ты очень хорошее слово сказал, пустота, нельзя искать, у меня есть подруга моя, которая называет моя духовная подруга Ева Вастина, она такой наставник, работает с женщинами и помогает им, в общем-то, немножечко прийти в норму, и со мной она тоже, в общем, очень благоприятно поработала. Вот у нее есть такой очень хороший термин дефицит, который применим ко всем сферам жизни, вот эта пустота, о которой ты говоришь, невозможно из дефицита искать свою вторую половину. Сначала надо заполнить ту пустоту, которая есть у тебя внутри, потому что увидеть красоту другого человека, его уникальность, его какую-то невероятную, там, я не знаю, способность быть частью твоей жизни, ты можешь только тогда, когда ты понимаешь, что у тебя, что как бы, ну, есть, что ты есть в своей собственной жизни. Да, вот, поэтому очень, очень, мне кажется, что, ну, вот, опять, мы все лукавим, когда мы ищем свою вторую половину, но при этом не ищем себя. А для христианина поиск себя это вообще первоочередная задача, потому что, ищая себя, ты ищешь Христа в себе, ты учишься с ним общаться, ты учишься всю свою жизнь по его камертону отстраивать. И когда ты нашел этот камертон, когда ты выстраиваешь жизнь по Христу, человек твой к тебе приходит вообще в любом случае тогда, когда ты этого не ждешь. Я вот перед тем, как встретиться с Валерой, я два с половиной года жила в абсолютной аскезе, я была уверена, что в моей жизни больше никогда не будет никакого мужчины, потому что у меня есть сын, рожденный вне брака, меня мучило чувство вины, что у моего сына нет отца, но больше всего меня ужасала мысль о том, что в нашей девственной постели с моим ребенком рядом может появиться какое-то волосатое чудовище мужского пола. То есть я совершенно не хотела никаких отношений, я просто жила, молилась, работала и воспитывала ребенка. И после моего первого великого поста, полностью выстраданного, выдержанного, выжатого, вот пришел он. Мы, конечно, не можем являть собой пример на самом деле христианского целомудрия, потому что наши отношения год длились вне брака, и мы в эти отношения вступили не девственниками. Но поверьте, то, что я, например, прошла до того, как в моей жизни появился Валера и эти отношения, я не пожелаю никому. Лучше целебат и целомудрия. Потому что тот ад, в котором меня пополоскало в предыдущие 10-15 лет, это было почти, ну я бы чуть не умерла. И физически, и духовно, это было очень страшно. По Валере, конечно, все было попроще, потому что, повторюсь, он из другой семьи, из другого теста, из другой вообще, как сказать, из другой, ну, среды человек, и по крови, и по воспитанию. и когда он появился в моей жизни, то, опять же, это было вот так, да, да, нет, нет. Ты моя женщина, все, я рядом. Можешь опустить руки, я держу твою ношу. Вот это было так, это было поразительно. И я была совершенно этим обескуражена и парализована, потому что никогда со мной такого не было. И я была главной в своей жизни. Я держала руль, я зарабатывала деньги, я воспитывала ребенка, я все решала, а тут вдруг появляется человек, который меня от руля вот так очень нежно, очень мягко, очень бережно отодвигает. И я стою, и все едет, и все работает, а руль у него. И это было, я до сих пор не верю, что так вообще произошло. И это точно совершенно произошло не потому, что он мне нравился или не нравился. То, что Господь, ну, как бы решил, что мы друг другу нужны. А мы оба были к этому готовы. Готовы, потому что мы не суетились, ничего не искали, мы просто жили. Мы просто жили, и мы жили в Господе. Каждый из нас по-своему. Может быть, Валер не был особо воцерковленным человеком, но он был очень, очень при этом целомудрым человеком внутренним. У него вот эти вопросы, у него все очень как раз просто. Очень все честь, честь, честь по чести. Никакого вообще задней мысли, никакого манипуляции, никакого подвоха, ничего. Женщина, ты моя, все. Как бы вопросов нет. Я беру на себя ответственность за тебя, и все. Но это вот просто такое удивительное свойство зрелого человека. Который... Да. Татьяна, Валерий, а вот хотелось бы у вас спросить, тему страхов продолжить. все-таки, а что бы вы сказали людям, которым мешает, то есть понижает мотивацию? Например, у кого-то проблемы с квартирой, нет своего жилья, у кого-то, я сейчас все в одно скажу, сразу, там, у кого-то проблемы со здоровьем какие-то, у кого-то очень привлекательные. Можно я скажу, да? Когда мы начали встречаться вообще, когда начались наши отношения, картина была такая. Мне 33 года, я тут-то Ларсен, у меня есть ребенок, квартира, машина, статус, деньги, все дела. Валерий 23, он только что закончил Саратовский университет, у него есть кепка, свитшот и две пары штанов, все. А, ну, понятно, да. Нам про страх не рассказывали. Только велосипед. У Валеры это называлось, как русский в Боснии, знаете. То есть, на самом деле, это все не страшно, это отмазки все. Просто отмазки. Потому что это отмазки, почему нет, а не поиски пути, когда. Когда. Да. Как? В общем, когда. Где путь, где путь к тому, чего я хочу, либо, вот я ищу способ найти этот путь, либо я нахожу отмазки, почему я на этот путь не становлюсь. Да. Увы. Спасибо, да. И еще, вот уже, наверное, напоследок, а то сейчас к эфиру час уже проходит, осталось там минут 13. Что бы вы, вот, например, ну, сейчас у Валерия спросим, мужчинам сказали бы, может быть, что бы посоветовали, может быть, сыну, да, в будущем, ну, тем, кому тяжело даются отношения, кто ищет, не получается, уже 30, 35, 40. Кому-то 40. Кому-то 40, да. Что бы вы сказали, какие, может быть, шаги начать делать, ну, в каком направлении двигаться? Ну, опять, мне кажется, я повторюсь, надо, если такая история, надо двигаться к себе начать, надо себя, себя послушать, не искать где-то что-то снаружи кого-то, а себя внутри найти. Надо остановиться, потому что, может быть, ты двигаешься не туда. Остановиться, ну, с самим собой поговорить, договориться, а потом уже куда-то двигаться. Вот мне, может быть, расплывчато, но у меня такое ощущение. Если ты 30 лет куда-то идешь и куда-то не пришел, видимо, ты не туда идешь. Надо остановиться, сменить вектор, свой компас поправить. Если мы говорим про христиан, все-таки, да, вроде как я понял, что мы говорим про христиан, у христиан все-таки с этим, У нас есть определенный инструментарий, как можно остановиться и как-то переосмыслить. Как говорить нехристианам, я не знаю. Как с христианами, это проще. Остановись, подумай, переосмыслив все, помолись, компас свой настрой и двигайся. И опять же, ты должен молиться так, как будто все зависит от Бога, а работать так, как будто все зависит от тебя. Я просто не верю, если ты будешь так все делать, у тебя ничего не получится, просто не верю. Первое, надо принять ситуацию, ситуация может быть плачевная, ее надо принять. Никого не осуждать, ни себя, ни ругаться, ни на людей, ни на Бога, не дай Бог. То есть принять. Второе, начать что-то делать, а остальное, все, что тебе не подвластно, уже отдать папе, чтобы он уже поможет дальше. Это чисто как моя. Спасибо. Я тоже подпишусь под этим. Я думаю, что, несмотря на то, что мы называемся православными христианами, мы очень-очень часто забываем о том, как Христос действует в нашей жизни. И мы очень часто забываем о том, что рулим этой жизнью не мы. И забываем о том, что есть Папа, к которому всегда можно обратиться, и который лучше нас знает, что для нас полезно. И действительно, что мы можем там стучаться очень много лет в закрытую дверь, а она не открывается, потому что нам просто туда не надо. И, ну, может быть, это тоже как-то прозвучит несколько схоластически, несколько как-то, ну, банально, но, кроме как с Божьей помощью, такие вопросы невозможно решить. Только, ну, как бы Божья помощь – это не так, как ты там восемь правил прочёл, побился, лбу мог пол, и каноны все, и пост весь выдержал, а что-то ничего не меняется. А Божья помощь – это когда ты по-честному, искренне, из глубины своего сердца о ней попросишь. Можно даже правила не читать. Можно просто подумать о том, что Господь рядом стоит и ждёт, пока ты к Нему повернёшься, и попросишь Его устроить твою жизнь по Его, по Его, ну, воле, а не по твоим хотелкам. Да, спасибо, спасибо. Важные слова. Нет, ну, правда, просто, ну, как бы, понятно, что Бог, Божья воля, она с нашими хотелками довольно часто и не совпадает. И в этом и есть проблема, потому что, ну, православные тоже, знаешь, особенно если они выросли в православной семье, родители говорили, помолись Богу, получишь пятёрку на экзамен. Ну, не знаю, там, идёшь на работу устраиваться, помолись, Господь поможет устроиться. Да нифига! Может, ты не устроишься, может, ты не получишь пятёрку. Потому что здесь, ну, во-первых, это, может быть, не та сфера, не тот масштаб просьб, который стоит адресовать Богу. Может, тут надо немножко самому порешать, да. А во-вторых, ну, то, что, то если ты у Бога что-то просишь, ты уж тогда доверься Ему, ну, по-честному. А то ты просишь у Бога, чтобы Он твою жизнь устроил, а сам всё время сопротивляешься и возмущаешься. Да, спасибо. У нас просто час, жаль, подходит к концу. Можно вам тогда последний вопрос от подписчиков, наконец-то мы добрались к вопросам от подписчиков, зададим? Конечно, конечно. Давай, ты, может быть, задашь? Мне так повезло, что ты со мной сегодня, то я бы одна на все эти вопросы фигбала. Да, спасибо, правда, очень важно. Вот зачем нужна семья? Вы хотите... Да, да, вообще, бэкап. Это мой шум. Почему-то шумно сейчас. Не-не, нормально. Мы вот с подписчиками часто обсуждаем вопросы женственности, женской независимости и самостоятельности. И вот Алина спрашивает, всегда ли у вас было внутреннее ощущение, что вы прям такая девочка-девочка, которая транслировалась во внешний мир, или это ощущение понимания женственности появилось после смены имиджа обретения Христа и встречи с мужем, если понятен вопрос. Я никогда не была девочка-девочка, я не думаю, что женственность – это когда ты девочка-девочка. Я думаю, что женственность – это чистота, это целомудрие, это кротость, и это любовь, которая на самом деле свойственна вообще человеку, независимо от того, должна быть мужчина он или женщина. Мы вчера, или позавчера спас Келли, как раз говорили про православный феминизм, и в финале этой беседы пришли к выводу, что в христианстве вообще понятие женственности отсутствует. Ну, как бы это глупое какое-то понятие, потому что она не говорит, что это для тебя женственность? Я говорю, ну, наверное, это чуткость, это внимательность, заботливость. Она говорит, а что мужчинам это не свойственно? Свойственно. Если мы исходим из того, что после второго пришествия Христа в Боге не будет ни мужеского пола, ни женского, ага, а будем мы в каком-то гораздо более высоком, пребывать в высокой форме, то говорить там о женственности, о феминизме в христианском контексте нет никакого смысла. Любовь у неё пола нет. Она и мужчины, и женщины одинаковым образом должна излучаться и транслироваться. Поэтому, безусловно, в отношениях с мужчиной, став христианкой, я обрела некую способность чувствовать своё место рядом с мужчиной. Мне не нравится слово подчиняться, потому что это тоже, это вообще даже не про иерархию. Это просто про то, что у каждого есть своя зона ответственности, в которой он должен делать свою максимальную работу. Но я думаю, что для меня, я об этом думаю в последнее время много, для меня, мне кажется, что мужественность, женственность, феминизм, патриархаты и что-то ещё, это категории ненужные христиане. Потому что любовь, у неё нету вот этих всех шаблонов и определений. Она больше, извини, извини, пожалуйста, она больше, чем все эти термины. Да, она естественна. Я, может быть, прям попробую сейчас спросить на несколько минут вопрос, к этому же дополню. Может быть, Валерий поможет. А всё же, что же делать сейчас с женщинами, девушками, которых, наверное, чуть ли не большинство, которые по жизни... Не сразу становятся такими... Они управленцы, они работают в банках, они заколачивают деньги, они управляют людьми, они сильные, они такие-такие... А что с ними делать-то? Ну, как бы и в жёны хочется взять, потому что, ну что же им одним оставаться-то? Брат. Но страшно. Но мужчинам страшно, прям говорят. Все пишут у нас в комментариях, хочу смиренную, кроткую, лучше, чтобы слушалось. Вот скажите, Валерий, по этому поводу. С этими женщинами надо их брать и любить. А чтобы дыхание у них спёрло. Вот так их надо любить. И всё сразу их это управление, их это закончится. Если мужчина её возьмёт, в наших смыслах, и начнёт её любить, вот. Никуда она не денется, и ничего она не сможет... Ничего она не сможет сказать. А кроткая... А насчёт кротких, это, не знаю, это вот это... Это такое лукавство. Это да, просто если мы говорим про русские женщины, вот это, помните, да, расхожие поэта, и коня остановит, и в избу войдёт, она что, кроткая что ли? Нет, это вообще не про кротость, ни про какую, это про внутреннюю силу, а просто с понятия кроткие немножко сейчас не так понимают. Да-да, нам нужна послушная овца. Да-да, немножко... Не дождётесь! Мы свой русский язык забываем, просто если смотреть в темологии происхождения этих слов, и как там они в Евангелии, в греческом языке, мы можем очень интересные вещи для себя открыть просто, на самом деле, когда используем наш язык, который мы вообще не понимаем. Но это отдельный час нужно посетить. Но кроткой жену делает муж. И это я просто могу абсолютно точно на собственном опыте сказать. Я была совершенно другим человеком до встречи с Валерой, и я совершенно по-другому строила отношения. И моя кротость – это свойство его любви, его заботы обо мне, его силы внутренней, ни строгости, ни абьюза, ни прессинга, а именно огромного терпения его ко мне и огромного его нисхождения к моим слабостям. И если ты хочешь кроткую жену, то тебе надо просто быть настоящим мужем, настоящим мужчиной. Тогда любая женщина будет кроткой рядом с тобой. Татьяна, Валерий, спасибо огромное за эфир. Прямо, правда, было очень полезно. Если у вас потом будет еще вдруг желание, время, может быть, еще сделаем, потому что не все вопросы разобрали, которые хотели, ну, если будет возможность у вас. Вот, Валерий, жмем руку. Прямо, правда, спасибо за эфир, за слова. Я думаю, молодежи было полезно. Вот. Друзья, кто еще не подписался на аккаунт Тута, Ларсон, подписывайтесь. Кто не подписался на наш, тоже подписывайтесь. Мы вот у нас сейчас в группе обсуждаем все эти темы в комментариях, потому что встретиться не можем. Обсуждаем, да, пока ВКонтакте, ознакомимся, общаемся. Потом, надеюсь, будут встречи уже вживую, как можно скорее. Мы тоже очень ждем живого общения. Да, да, да. Обязательно вас пригласим. Да, обязательно пригласим, когда начнут наши встречи вживую. Вот. Все, спасибо, Господи. Воистину воскресе. Воистину воскресе. С Богом. Всего доброго. Благодарим. Да, благодарим. Пока. Всего хорошего. Ну что, друзья, спасибо, что были с нами сегодня все, и подписчики Татьяны, и наши подписчики. Надеемся, вам было полезно. Вот. Напишите, пожалуйста, может быть, у нас в комментариях под постом, под анонсом, какие мысли запомнились, какие были полезны, какие, может быть, не очень понравились. Ну, потому что это важно. Давайте вместе обсудим все мысли, которые сегодня были в этом часу. Мы эфир этот сохраним, чтобы вы смогли посмотреть. Надеюсь, что и выгрузим его. Вконтакте выгрузим. Да, вконтакте в нашей группе выгрузим. С Татьяной тоже им поделимся. Вот. Ну, друзья, до скорых встреч. Мы постоянно тут проводим сейчас эфиры с батюшками, ну, с семейными людьми, кто может поделиться каким-то полезным опытом. Вот. Потому что в нашем окружении мы так видим, понимаем, что опыт этого у многих мало или он отсутствует. И приходится рассчитывать на свою голову, а она часто ведет не туда. А там еще много тараканов. В общем, сложная ситуация. Вот. А создавать семью надо. Мы все это понимаем внутренне. Кто-то здесь понимает, кто-то в сердце понимает, что нужно, но много чего мешает. Вот мне лично мешало. У меня были там... Я думал, что у меня есть проблем со здоровьем, которые мне мешают. Надо отложить вопрос семьи. Надо подождать. Я думал, что девушки, они вот такие, каких я встречал в своей жизни за 32 года. Я думал, что они многого не поймут, не поддержат. Оказывается, бывает по-другому. Оказывается, вот так бывает. Вот. Поэтому страхи – это не повод делать шаги какие-то вперед. Не повод не делать. Мне понравилось, очень Валерий сказал это. Говорит, действуйте. Страх, он будет проходить, когда вы будете хоть что-то делать. Наши любимые цитаты поиски святогорца, кажется, да? А, да, отлично вообще. А от Бога… Ой, подожди, сейчас начнем. От нас усилие и желание… Сейчас, что-то все запомнили, кто еще не слышал. От нас усилие и желание. От Бога сила и результат. От Него сила и результат от Него. Но от нас тоже многое, понимаете, да? От нас многое. Желание и усилие – это же наше. Мы не будем делать, не будет сил и не будет результата. Очень хорошая мысль, да? Мне вот нравится. Я ее во всех областях жизни применяю. Не, а еще. Отец Андрей Долгополов тоже вот сказал. Сто процентов зависит от тебя. Живи так, как будто сто процентов зависит от тебя и сто процентов зависит от Бога. И так и есть. Так что Божьей помощи вам, друзья, всем желаем. Для кого эта тема создания семьи актуальна, не закрыта. Искать и находить вам ответы на свои вопросы. Субтитры том、 deriv comments. Субтитры осipe. Субтитры Bana.